Сегодня презентация фильма об Анатолии Рахлине. Для капеллы очень важно, что именно презентация в нашем зале, в кинозале капеллы, поскольку у нас связывают уже с Федерацией дзюдо давние связи. Сложились теплые взаимоотношения, глубокие, и вот даже сегодня эта презентация это доказывает. Очень важно, что здесь присутствует Михаил Рахлин, что Юрий Светов открыл эту презентацию. Из поколения в поколение передается искусство, что в спорте, что в музыке. Поэтому по всем показателям это наша история, и мы очень счастливы, что сегодня наши создатели фильма с нами. Это очень хороший вечер, который мы провели вместе в кругу хороших друзей, людей неравнодушных к нашему дзюдо. В очередной раз презентовали наш фильм уже в немножко более расширенном составе. Большое спасибо, конечно, Ольге Сергеевне за то, что пригласила нас здесь, дала возможность провести именно в капелле, потому что это такое знаковое петербургское место, вид спорта знаковый для Ленинграда, для Петербурга. Такая вот синергия двух видов спорта и места. Это пожелание развивать наш вид спорта дзюдо вперед, несмотря на какие-то препятствия, несмотря на какие-то даже успехи, потому что иногда успехи расслабляют. Не расслабляться от успехов, не расстраиваться от неудач, быть вместе, дружно идти вперед. Наша студия занимается документальным кино, кредо сохранения исторической памяти. Поэтому для нас не было сюрпризом предложение сделать фильм об истории дзюдо в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Михаил Анатольевич попросил, чтобы мы чуть-чуть добавили динамики, но динамика не получалась. Тогда мы ввели титры, которые сопровождались логотипами федерации. Этого не было в первоначальном замысле, но после появления этих титров оказалось, что этот фильм стал структурирован, и он четко говорит о тех направлениях в деятельности федерации дзюдо, направлениях в деятельности Михаила Анатольевича, которые привели к таким хорошим результатам. Безусловно, мне фильм очень понравился. Во-первых, я очень ценю и люблю и помню своего тренера Анатолия Семеновича. Данный фильм я бы расценивал, как это отчет Анатолию Семеновичу о той проделанной работе, за 10 лет его отсутствия на нашей бренной земле, о том, что было сделано по развитию дзюдо. По этому отчету было видно, что все задачи были выполнены. Хочется сказать, что дело Анатолия Семеновича по развитию борьбы дзюдо, по подготовке спортсменов, при нем жило, сейчас живет и будет жить. Анатолия Семеновича